О боже, какую кассу, какую пиар-компанию можно было сделать на этом слогане «Возвращение легендарного АССМ» 30 лет спустя. Так бы, наверное, сделал любой, кроме Славы Полунина. А он что придумал? Спрятался в маленьком, ну, по крайней мере, по сравнению с залами снежного шоу-зале, и ставит здесь тихую личную историю. Он накладывает грим, тот же самый, что и 30 лет назад. Момент с одной стороны очень интимный, с другой двери в зал открыты, и за процессом вовсю наблюдают зрители. Перед Полуниным зеркало, а в зеркале – осисяй. Сердце бьется сильнее, улыбка пробивается сквозь уши. Ну, с удовольствием, что вот-вот прилетаешь к краю обрыва, сейчас спрыгнешь, а там посмотрим. Место действия в ЧУ разворачивается на заброшенном чердаке. Здесь и поселились четыре покончивших с цирком, но не с профессией клоуна. Каждый вечер они устраивают свой собственный спектакль. Четыре героя Чурдака, как бы не аплодировали друг другу, конечно, скучают по зрителю. Скучал по нему, выступая на стадионах, и сам Полунин. Когда публики очень много, ее как будто нет совсем. Надоело эпически скакать на конях, надоело на облаках летать. Хочется вот как с ребенком маленьким поиграть вот так, непосредственно. Взять какие-то руки, положить чью-то голову в эти руки, сверху посыпать чем-нибудь, обнять. Если бы спектакль не получился, Полунину бы вспомнили все. Все. Революционные решения в цирке, на фонтанке, намерение построить Шапито. Ему бы, конечно, вспомнили. Но неужели хоть кто-то, хоть на секунду сомневался в том, что спектакль получится? Но очередной великий спектакль Полунина увидят не все. На афише все та же маркировка. 12+. 12, конечно, не 18, спасибо и на том, но кто вообще решил, что кому-то нельзя смотреть грустные сказки? Чудо в равной степени необходимо и детям, и взрослым. Но выходит, что последние с помощью своих полномочий право на чудо приватизируют. Максим Заговором, Артур Мешкородный. Последнее известие. У того сестя была вот такая шевелюра. Теперь все вот здесь. Точно так же мысли у того человека были. А что там, а что тут? А у этого теперь, а что там? А что со мной пришло? Что во мне живет? Куда я иду? То есть совсем другое, если сядет. Самое смешное, что полспектакля просто такие смешные, как ранние фильмы Чаплинка. Потому что я хотел, чтобы все-таки он как дедушка-ребенок, как это часто и бывает, веселился, не задумываясь ни о чем, а потом вдруг задумывался обо всем на свете. И это чередовалось. И у меня там полспектакля, разговор с вечностью. А почему так? А для чего это? Как будто это ребенок спрашивает маму. А это что? А это как? Тогда, в 81-м году, когда спектакль только появился, все актеры были молоды. И на любую выходку зрители смотрели как на сенсацию. Сегодня это история о четырех состарившихся клоунах, которые поселились на заброшенном чердаке. Это и грустная, и смешная история от Вячеслава Полунина, который не делал таких уютных и домашних спектаклей уже много-много лет. В последние десятилетия я работал в большой форме. И для меня каждый раз приход в маленькую форму – это такое важное событие души, потому что я могу очень тонкие вещи говорить напрямую, просто человеку могу взять за руку. Спектакль «Чур» Вячеслав Полунин ставит в то время, когда разгораются споры о реконструкции нашего старинного цирка Ченезели и возведении нового яркого шапито на то время, пока основной манеж будут обновлять. Мудрый клоун терпеливо отстаивает свои идеи и мечтает сделать шапито местом, которого в Петербурге еще не было. Самое главное для меня – это лаборатория творческих людей. Я хочу вообще собрать все живое в этом городе, которое мечтает о невозможном. И вот это место для невозможного. Продолжение следует...